Бывший лидер коллектива «Где ешь?» Андрей Ёлгин организовал свой сольный проект, который называется «Ёлгин», и вот он у нас в гостях в студии «Радио 54». Доброе утро. Здравствуйте. Ну, тут у нас как бы такое есть уточнение, что теперь стиль Андрея называется «Sip Tropical House». Я перевела это как сибирский тропический бардак. Наша версия. Не знаю, когда мы делали эту песню, я спросил у товарища, с которым мы это все делали, я говорю, как это вообще называется? Он говорит, ну это «Tropical House». Я говорю, ну, я подумал, что если есть субтропики, то у нас будет сибтропики как бы. А, ну вот так вот. Ну, то есть эта музыка играется в электронном или в акустическом? Это, ну, то есть все мои песни, конечно, играются, можно услышать в акустической версии, что сегодня будет, но, конечно, вот так это звучит в электронном виде. Да, я знаю, что многие композиции, да тот же типе шмот, можно под гитару спеть, но вообще в оригинале мы слышим это все в электронном виде. Да, да, да. То есть это электронный проект? Да, такой, да. И звук будет, я думаю, что все время меняться, потому что, в принципе, если говорить о популярной электронной музыке, то это всегда что-то меняется. Это рок застыл, хотя и он меняется. Ну, давайте слушать уже, да? Ну, давайте, да, споем то, что вот, собственно, было выпущено, песня «Улетай», только уже в какой-то более-менее акустической версии. Улетай, растворяйся, знай, у этого мира раньше был край. Это заслуга твоя, считай, что он теперь такой круглый. Ай, улетай, растворяйся, будь, да кем захочешь, вообще не суть, да кем попало, вообще плевать. Я все забыл, да и ты забудь, я просто шел за тобой всю жизнь. И даже раньше жизнь через жизнь в пути не сразу пересеклись. Ты просто за руку крепче держись. Помню тебя, помню твой запах, помню такси, город на запад, помню дорогу, я от твоих ароматах. Улетай, растворяйся, стой, да что же сделала ты со мной? Накрылый разум с головой, а дальше новой и новой волной. Улетай, растворяйся, пой, со всеми хором, но только со мной. Я подобрал, но на так прибой, я подобрал на гитаре бой. Я подобрать не могу слова, это случалось со мной едва. Но может раз, но максимум два, но может был, не помню когда. Горизонт окрасится вал, еще не скоро рассвет, Будущее еще не настало, а прошлого уже нет. Помню тебя, помню твой запах, Помню такси, город на запах, Помню тару, я от твоих ароматах. Помню тебя, помню твой запах, Помню как сильно манит на запах, Помню тару, я от твоих ароматах. Андрей Ёлгин со своим сольным проектом Ёлгин в студии Радио 54. Я так понимаю, что романтическая направленность такая, Она как бы осталась, да, и продолжается. На самом деле, почему сольный проект еще возник, Даже если, мне кажется, группа продолжалась, Просто потому что очень много я пишу именно таких песен. То есть это вот, если честно, скорее вот это мои песни. Вот так, да? А там в коллективе «Диёж» была... Ну мы, нет, это, знаете, другая часть, я не знаю, Творчество, Личности, просто на самом деле я понимаю, Что я больше сочиняю вот этого, 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 А вот в «Диёж» я стал сочинять все меньше и меньше. То есть там же прям уже по кончанию уже рок был прям совсем, Мы же прям тяжелить начинали. А вот сейчас я что-то не знаю, это даже не пишется. То есть, вот мы спрашивали у себя, вот, а что играть? Дальше. Я спрашивал, ребята, как вот, я даже не понимаю пока. То есть, может быть, все вернется, Но никто не знает, во-первых, когда, Во-вторых, я пока не знаю, с чем возвращаться. То есть, например, наш гитарист, который остался сюда, В обоями валят, он, например, как бы очень даже горит еще играть. И я в целом тоже не против играть. Вопрос, что? Мне просто не хочется играть, как раньше. Но что играть, пока я не знаю. А вот, шестерские муки. Да, а вот сольный проект мне очень, как раз, очень понятен. Но нельзя же не делать музыку. Это да, это да. Мне интересно, что повлияло на какой материал? Ну, я не знаю, это вот... А, смотри, про песню, что почему так получилось? Про песню, да. Я вчера, как Баста однажды ответила, Когда вот его, мне Граджина спрашивает, А про кого-то эта песня? Говорит, собирательный образ. Чтобы не получить по щам. Ну, я так понял, что вообще романтика присутствует в основном, да? В новом проекте. Да, я думаю, что это будет легкое, романтичное. Но это будет, как бы, с одной стороны, легкое, романтичное. А с другой стороны, я хотел бы сделать концептуальный какой-то релиз. У меня уже есть подборка определенных тем в песнях. И я думаю, что попозже вот сейчас выпустим несколько синглов, А потом сделаем там 4-5 песен таких вот уже на тему. Вот. А тема будет такая, знаете, как вам сказать? Как вам сказать? Прямо. Знаете, что такое кризис среднего возраста? Я знаю. Ну, конечно, так, да. Ну, не хотелось об этом вспоминать. А откуда вы познаете, Андрей? Ну, мне не 20. На самом деле, нет. Вы знаете, когда, короче, он не ярко выражен. Это просто такой момент, когда ты в чем-то завис. Как бы ты вот вроде идешь, идешь, идешь к цели, к мечте. Но вот оно же постоянно так вот уходит. Ты же как бы идешь не прямо, а вот туда-сюда. И вот, короче, когда ты там-сам зависаешь, начинаешь чем-то обрастать, ты начинаешь думать, а вот там ли я, здесь ли я, как вообще. И вот, наверное, об этом будет такой немножко взрослый, что ли. Я каждый раз хочу отсюда сбежать куда-нибудь туда. Ну, да, 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 да. Знаете, там еще будет такая песня, у нее там какой-то такой припев, там, типа, что я объясню морям, почему я их не покорял. Ну, это такая, вы знаете, философская. Так, продолжим разговаривать и петь после рекламы. Андрей Ёлгин со своим сольным проектом Ёлгин у нас в гостях. Не хотелось как-то по-другому назвать проект? Очень хотелось. Ну, на самом деле, здравый смысл. Победил он не во мне, к сожалению. Он победил в моем друге. Вот, когда я, я уже прямо, то есть у меня уже все было написано, уже расписано, у меня же там все заметки были вот с другим названием. Не буду просто говорить, потому что, значит, приклеиться не дай бог. А мне кажется, можно было Ёлкин сделать. А я думал, но есть Ёлка. То есть, как бы, короче, это было прямо одно из первых, типа, Ёлкин же можно, блин. А потом я такой думаю, так, Ёлка, это сразу как-то не то. Как будто повторялова. И плюс, по-моему, есть какой-то там диджей Ёлкин, я не знаю, что такое. Вот, и я, короче, уже там придумал название, все, такой, хожу довольный, думаю, вот у меня будет так называться. А потом, короче, как-то жена сразу не приняла, такая, типа, эээ, че? А вы прислушивайтесь, да? Да, она думает, правда, нет, но, да, вот. Я начал сомневаться. Правильно, она сейчас слушает, наверное, об этом, да, можно говорить, да. А потом я спросил у лучшего друга, и он говорит, а почему ты не хочешь назвать просто своей фамилией? А вот это, как бы, мне прям просто в голову не приходило, я такой думаю, ну да, это же, во-первых, такой фамилий на эстраде, в принципе, нет. Есть какой-то теннисист, вот. Ну, типа, я имею в виду, из медийных, то есть более медийный, это теннисист какой-то, уже более набирающий там оборота. Ну и все, то есть по факту у меня, как бы, такое эксклюзивное право на это имя, и мне ничего не надо объяснять, главное. Андрей, вы сказали о том, что вот супруга, да, высказал свое мнение, вы прислушиваетесь вообще? Я вообще, да, прислушиваюсь, потому что говорят родные, друзья. Да, у меня есть определенный круг, которым я всегда скидываю, несколько людей, которые я скидываю песни, которые, то есть, если мне что-то очень нравится, я написал, я сразу скидываю там двум-трем, иногда шире, до четырех, вот. Людей, которые они, вот, слушают, я слушаю критику их, потому что это очень разные люди. Сознайте их вкус, да, и их мнение. А как к критике относятся? Ну, раньше очень плохо относился к критике, да. А сейчас мудрее, да? Сейчас поувереннее просто стал, на самом деле, и понял, что и всем вот угодить невозможно, мы же не 100-долларовые купюры. И вот, собственно, и как-то получилось, что вот даже новый релиз, например, он очень нравится, многим понравился, то есть, прям, очень хорошие отзывы, да, но вот, например, там ближний круг вообще его практически не принял, кроме там, ну, если у меня есть там мои друзья, да, друзья там молодости, вот мы до сих пор дружим все. Вот там вообще практически никому не понравилось, ну, мне не понравилось, они как-то это сказали, что это, короче, маленько, не знаю, старовато, ну, вот, типа того, не знаю. По звуку как-то вот их показалось, что это вот так, но мне так не показалось, и поэтому, как бы, я такой, ну, ладно. Мне просто очень понравилось то, что мы сделали, и со времен «Где ешь», это, наверное, первая песня, которой я удоволен, ну, процентов, ну, вообще, 87. Ну, тогда давайте петь. Да, я еще, я еще думал, что еще попеть, вот, незасвеченного, потому что у вас в эфире я постоянно пою, там, какой-то более-менее один и тот же набор, третий эфир, вот. Я пою вообще незасвеченную песню, ну, она такая, более-менее лирическая, вот, это тоже, скорее всего, более-менее будет звучать в проекте. Я наполняю с тобой до краю, Тону и знаешь, мне нравится. Ты заполняешь собой валяю, и мы в него погружаемся. И какими растворами, и какими помадами, и какими узорами мы достигали мир, начинали минорный мир, и качали мажорный мир, развивались, как полные реки любви. Я заполняю с тобой до краю, Тону и знаешь, мне нравится. Ты наполняешь собой водою, И мы в него погружаемся. Среди разбитых зеркал я тебя сразу узнал, Где ты так долго была. Я тебя очень искал, Закодил, зашифровал, Ключ нас всегда потерял, Чтобы никто не украл, Чтобы никто не забрал. До краю, до краю, до краю, До краю. До краю, до краю. Ходил мидорами, Налегке и со спорами, Уплывал коридорами, Скорыми через миг. Обвинял прокурорами, Слухами и разговорами, Только не было в том любви, Дорами, дорами. Я наполнялся тобой до краю, Тону и знаешь, мне нравилось. Я думал, мы с тобой как падаем, Но оказалось, мы справились. Андрей Ёлгин с проектом Ёлгин у нас в гостях. Андрей, а не было желания посотрудничать с каким-нибудь рэпером? Да, я сам рэпер. Чувствуется, что по стихам-то... Это да, но это такое влияние всего. То есть я, собственно, на какой музыке выросл, она меня сформировала. То есть я рэп очень сильно повлиял. Какой-то период просто... Глобально это база роковая была, а потом пошел рэп. И вот да, и у меня все это очень на грани стыков, на стыке стилей с рэпером. Я не знаю, у меня вообще есть желание поучаствовать, посотрудничать с поэтом. То есть я знаю, у меня есть знакомая поэтесса, ВКонтакте называется как «Влишний вечер». Вот, это такая женская поэзия. Но вот у меня есть кусок мелодии и перепев. А вот куплет вообще не пишется. Я думаю, что не надо ничего туда писать. В какой-то момент я просто понял, что туда нужно воткнуть, вставить поэтессу. Вот. То есть ее стихи какой-то, да, а потом уже с припевом. И это будет какую-то интересность. Потому что, в принципе, они такие поэты засвеченные. И я думаю, что коллаборации с какими-то музыкантами им на пользу. Нам интересно. Вот. Я такого не делал. Вот это интересно. А рэперы? Посмотрим. Нет нормальных рэперов в моем близком окружении. Я знаю только одного, но он что-то рэп давно не выпускал. Все. Ну, все еще возможно. Проект ведь только начался. Я так понимаю, выступлений еще не было. Выступлений еще не было, потому что нет массы материала, да. То есть надо хотя бы песен 10, чтобы так полчасика где-то поиграть. Я думаю, что полугодик поработаем и можно будет уже давать прям концерт сольный. Все. И тогда к нам в студию с презентацией нового. Да. Я очень надеюсь, что радиостанция поддержит у меня мой сигл. Это к нашему музыкальному редактору. А мы уже, да, на связи. Андрей Ёлгин. Проект Ёлгин у нас был в студии Радио 54. Спасибо, Андрей, за музыку, за атмосферу. Успехов. Да, спасибо, что позвали. Продолжение следует.